всем привет мои дорогие я очень рада что вы снова зашли на мой канал ну а для тех кто впервые у меня в гостях меня зовут елена и это очередной мукбанг где мы с вами очень вкусно покушаем и также пообщаемся на разные интересные темы ну а сегодня я буду кушать вот такую вкуснотищу который я готовила сама у меня здесь салатик из свежей капусты огурчик свежий немножечко зелени петрушки и укропчика и также я добавила немного яичка и все заправила майонезом и немножко добавила соли для вкуса майонеза прям совсем ну чуть-чуть чтобы салат был просто более сочным также у меня здесь картошечка пюре с молочком я сделала и немножко добавила бульона от ребрышек свиных которые я готовила здесь меня также свиные ребрышки тушеные в зелени с добавлением специй вот такая вкуснятина у меня сегодня на обед мои хорошие все кто кушает всем приятного аппетита давайте кушать вместе ну и пить я сегодня буду водичку просто прохладную водичку обычную без всякого газа без всего хотела сделать чайную настолько жарко у нас москве что я просто не захотела не чая ничего просто покушаем давайте проведем прекрасное время попробую салатик это очень вкусно и вообще обожаю летом особенно салатики такие весенние вкусные свежие сочные мне так сильно захотелось пюрешки именно с салатиком с майонезиком свежего вкусно зелень придает особую пикантность девчонки такая голодная я просто не могу я готовила пока уже не могла дождаться когда жить все приготовится сегодня само утро ничего не кушала семьей поехали за продуктами магазин наши поход по магазинам продлился достаточно долго только недавно приехали сразу я заготовку спасите меня очень хочу кушать сейчас немножечко хотя бы какие блюда нравится вам какие блюда кушайте вы летом вот не знаю как вам особенно не хочется ничего чтобы что-то такое очень быстро по-быстрому но чтобы очень сочная вкусная не знаю так давно не кушала пюрешку я сегодня пюре делала достаточно просто отварила картошечку естественно почистила отварила картошечку добавила в нее бульон уже когда приготовилась из ребрышек немножко так как свинина свиные ребра там очень много жира и немножко на молочка чтобы было более вкусно переживал что без масла будет не настолько сливочный вкус нет вкусно очень хорошо получилось попробую ребрышки честно я не очень люблю свинину но вот ребрышки именно мне нравится они очень сочные получились даже соус никакого не нужно просто тает мясо во рту вкуснотища, просто вкуснотища, погода у нас, ну просила лето, получила. Девчонки, уже несколько дней подряд 32 градуса жарли. Невозможно просто, сегодня не знаю, ночью обещают вроде бы 17. Надеюсь, что будет действительно прохладно. Меня хватило ровно на три дня. Я очень люблю жаркие дни, лето. Должно быть жарким, я считаю. Как считаете вы? Пишите мне. Но. Есть одно но. Я считаю, что лето должно быть жарким. Когда либо у вас частный дом, либо вы находитесь на отдыхе, то есть вы либо в лес куда-нибудь идете, либо там на пляже где-то отдыхаете, тогда да. Но когда это все происходит в квартире, у вас какие-то дела есть, это вообще, вообще просто невозможно. Это очень тяжело. Мясо это что? Да. Вкусно. Они не жирные, они прям то, что нужно. Я вам сейчас покажу, вот, насколько они. Вот, реально, одно мясо. Классно. Вкусно. Да. Все-таки я готовить умею. Тебя не похвалишь, никто не похвалит. Люблю ее вот так вот покушать. Так это вкусненько вообще. Ну, кто не любит вкусно покушать? Забыла. Мыла сегодня в магазине, забыла купить салфетки опять. Ну, что, меня простите. В общем, я вот полотенчик приготовила специально. Я втираю ручки об полотенце. Девчонки, прошу, прошу вас всех, чтобы вы задавали мне вопросы, которые вас интересуют. И, к сожалению, так и не могу дождаться. Задаете, конечно, но очень мало. На видео, в принципе, не хватает. Как вкусно. Сегодня пошли с семьей гулять. В 11 вышли. Самое солнце. Вроде бы на машине ехали, потом уже взяли коляску, пошли пешком прогуляться. Детскую. И в итоге муж красный, я красная. И обращать внимание, у меня вот лицо, наверное, припухшее и реально красное. Вот я смотрю на камеру. Хоть у меня кожа такая в принципе очень тяжело сгорает. То есть я спокойно могу загорать. Просто вот очень долго находиться на солнце, мне ничего не будет. Но вот сегодня, видимо, три месяца почти самоизоляция без солнца. Кожа отреагировала на жару. Хотя уже не первый раз ухожу на жару вроде бы. Лесо красное. Надеюсь, не будет облицать кожа. Ммм, вкусно, да? Еще бы нагрели, девочки. Сейчас, к сожалению, не получается в лес ходить. Раньше мы жили, а лес вообще рядом был в шаговой доступности. Сейчас мы немножко переехали. У нас далековато. Поэтому шашлычок так часто уже не делаем. Как раньше. Ой, что-то я, как всегда, хотела кушать. Положила себе много. Все вкусное. Да когда голодное, еще больше хочется кушать. Я уже чувствую, не доем. Какая же это вкуснятина. Летом, ну, особенно хоть всякая вкуснота такой. Легкого чего-то. салатики. А самое салатиком вкусное что? Конечно. Картошечка. Что может быть лучше? Самая лучшая закуска. Можно сказать, второй хлеб. Девочки, как же это вкусно. Не могла никогда подумать, что я об этом могла бы сказать. Я никогда не любила свинину. Но это очень вкусно. Тает во рту. Салатик просто. Объедение. Сегодня даже не стала снимать видео. Настолько реально устала, нагулялась. Хотела снять видео для вас. как я готовлю. Поболтать. Честно, даже сил не было сегодня. Сейчас немножко отдохнула, решила покушать и заодно снять видео, поговорить с вами. Вкусно там. Хотела сегодня снять видео. Очень много поступает мне вопросов по поводу того, как я ухаживаю за своей кожей, как я ухаживаю за своими носами. Вот уже готова была сегодня снимать видео. Масочка шоколадная. Вот такая классная. Я что-нибудь пользуюсь постоянно. Просто выручает. Единственное, конечно, кому эту маску нельзя, это девушкам, у которых аллергия на шоколад. А теперь все. Придется ограничиться мукбанком. Кожа сгорела. Никто не знает, как у меня кожа отреагирует на такую маску. В шоколаде более достаточно абиссивная маска. Поэтому придется теперь ждать, пока у меня все это восстановится после солнца. Ну, что делать? Гулять тоже нужно. Да, я знаю. Я сама мастер. Я работаю в индустрии красоты. Я прекрасно знаю, мои хорошие, что... Ой, солнце, это вообще ужас какой-то. Вот как снимать? Я не знаю. Я работаю в индустрии красоты. Я прекрасно, девочки. Да-да, мои хорошие. Я работаю в индустрии красоты. С девчонками работаю, с косметологами. Я прекрасно знаю, что, конечно, от солнца надо защищать свое лицо. Особенно в летнее время солнце вредит нашему здоровью, нашему внешнему виду нашей кожи. Но, как всегда, наша русская авось, когда мы выходим из дома, они всегда... Мы ожидаем того, что мы можем получить. Поэтому, естественно, я как вышла, отвыкла от того, что такое яркое солнце. Уже давно лета не было. Ну и попала. В итоге получилось то, что получилось. Естественно, никто не намазался, никто даже не думал, что может вот так произойти у меня. В итоге получилось то, что получила. Как и да. Ммм, моя хорошая. Так это вкусно. Честно, вы меня простите. Я настолько хотела кушать, оторваться не могу. Настолько это вкусно все. Простая еда. Я уже не раз говорила. Самая вкусная. Солнце. Жуть. Видео портит. Ну, что такое. Мои хорошие. Боже, меня простите за качество видео. Но вот так ничего не могу поделать. Сейчас попробую исправить этот момент. Одну минутку. Ну, я к вам вернулась. Солнце то появляется, то опять исчезает. У нас сегодня вообще обещали грозовой дождь. С грозой, с молнией. Что будет, типа, в 12 часов. Сейчас уже почти 6 часов вечера. Слава Богу, пока нет. Хотя, я думаю, что было бы неплохо. Если прошел бы грозовой дождь, было бы, наконец, прохладно. Потому что, ну, просто невыносимо. Просто невыносимо находиться даже дома. Все окна открыты. Без кондиционера просто беда. Вкуснятина. Девочки. Не знаю, смогу ли есть все, но я постараюсь. Порция, в принципе, большая. Надеюсь, у меня получится. Я так хотела картошечки. Вы не представляете, девочки. Ммм. И салатика прям. Хотела сделать салатик, на самом деле, с крабовыми палочками. Но не было крабовых палочек в магазине. Несколько магазинов прошло. Ну, значит, судьба. Ммм. Я это сделала. Ой, я кажется, зря я это сделала. Я переела вообще. Как хорошо. после обеда выпить немного холодной воды. Прям настолько освежает, охлаждает. Сюда бы еще немножко мяты либо лимона. Я об этом почему-то не подумала. Девочки, такой кайф. Просто расслабляет, освежает. Ну, что, девчонки, все, кто кушал вместе со мной, приятного аппетита. Девчонки, не только. А я хочу вас попросить, если вам видео действительно нравится моим, пишите, пожалуйста, комментарии, пишите, задавайте свои вопросы, пишите свои рецепты, что вы кушаете. Давайте общаться. Будьте, пожалуйста, поактивнее. Я хочу знать, что вас интересует, чтобы снимать действительно интересные видео именно для вас, мои хорошие. Потому что, ну, сейчас вот я в самом начале своего пути. Мой канал только-только начинает развиваться. Я не знаю, как вот слепой котенок тыпаюсь. Одно видео, второе, третье. И мне тяжело определиться с тематикой на самом деле. То есть, я снимаю то, о чем я могу рассказать, чем я могу поделиться. Но, может быть, есть какие-то определенные тематики из того, что я знаю, которые были бы интересны и вам, чтобы я могла вам рассказать, действительно, чтобы я могла поделиться. потому что я вот как бы общаюсь, какие-то темы веду, но, возможно, эти темы вам не интересны. Так что, мои хорошие, пожалуйста, отмечайте мои видео, пожалуйста, пишите комментарии, даже пусть какие-то замечания, если у вас есть, потому что стороны действительно виднее, что-то нужно мне, возможно, исправить в моем канале, чтобы стать лучше. Пишите тоже замечания, я ни в коем случае не обижаюсь на адекватные замечания, корректные. Я буду вам только благодарна. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что были со мной, спасибо, что досмотрели видео до конца, спасибо, что подписались на мой канал, а если еще не подписаны, обязательно подпишитесь, я буду этому очень рада. На сегодня все, всем пока, с вами была Ирина, до новых встреч на канале.